Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас в этот прекрасный день на моём канале. У нас праздник Курбан-Байрам, и в связи с этим везде у нас скидки. Извиняюсь за шум, это просто у меня открыто окно, не хочется его закрывать, потому что ветерочек такой приятный дует. Так вот, со вчерашнего вечера у меня такое, знаете, настроение, хочется себя порадовать чем-то. Давно я это не делала, наверное, где-то полгода я не покупаю себе ни золота, никакие ароматы, а сейчас везде скидки, и хочется этим воспользоваться. Мама уже нарядилась, я маме сказала, что давай пойдём где-то посидим, что-то купим, как-то обрадуем себя. И как вы думаете, что сказала мама? А давай! Поэтому мы сейчас загрузим видео, и с мамой со скоростью света двигаемся в сторону магазинчиков. И как назло, видео загружается просто целый час. Это мукбанг. Я тут вспомнила, что у меня есть вот такой комбинезончик, правда он помятый. Я его погладила, повесила в шкафу, и он опять вот мятый. Я его ни разу не носила, заказывала шейн. Вот сегодня хочу надеть. Что? Мама говорит, что мой прикид похож на камни, сына. Но я абсолютно с этим не согласна. Кстати, многие меня спрашивали, какой это стойкий аромат. Вот от Golden Rose у меня есть такой аромат, называется Red Doss. Пахнуть будет просто за километр и стоит 3 копейки. И вот мы с мамой уже в лифте. Первым делом хотим пойти посмотреть золото, а потом уже где-то посидеть, пошопиться в плане одежды и так далее. И первый магазин, который мы посетили, здесь была минимальная цена за грамм золота. Но выбора здесь было очень мало, и мне понравились вот эти сережки. Точнее, я просто влюбилась в них, но мама категорически против покупки этих сережек. Здесь 2 грамма 46, 585 проба. Пишите в комментариях, как вы думаете, стоит брать или нет. В следующем магазине мне понравились эти сережки. Они смотрятся безумно богато, но, к сожалению, у них очень хлипкая застежка. Поэтому их рассматривать я даже не стала. В мое маленькое сердечко просто запало это кольцо. Но, естественно, моего размера нету, поэтому проходим мимо. И этот браслет идеально подошел бы к этому кольцу. Мама просто со мной спорила, что мне стоит купить этот браслет. Что если я его не куплю, я пожалею. Это будет очень большая ошибка в моей жизни. Но я, в свою очередь, решила смотреть дальше. И мне очень приглянулось это колечко. Оно было очень красивое, нежное, утонченное. Также был большой выбор маленьких размеров. Вот таких вот колец. Но это не бриллианты, а обычные кольца. Итак, господа, исторический момент. Мне удалось найти два кольца, размер, который мне подходит. Это 16 размер. На весь кипермаркет только два кольца. Никак не могла выбрать, какое взять. И в конце решила взять с бабочкой. Хотя другой мне тоже очень нравилось. И уже в тот момент, когда я расплачивалась, девушка мне сказала, что я на минутку к ювелиру и обратно. Я сказала, почему? Она сказала, что кольцо надо почистить. Я не поверила, посмотрела на кольцо. Оказалось, что там немножко смят. Точнее, она сама мне сказала, что там есть небольшая вмятина. Как приятно, что люди такие вот честные. Другой бы продавец просто толкнул это кольцо. И на следующий день, когда бы я пришла бы выяснять отношения, продавец просто бы сказал, что вы знаете, вы сами помяли это кольцо. И все. Человек очень честный. И это безумно приятно. Но, к сожалению, я не взяла это кольцо уже заведомо с браком. Решила смотреть дальше. Хотя уже я готовилась расплачиваться. Уже вытащила деньги и уже была готова к тому, что сейчас покупаю кольцо. Кто давно подписан на мой канал, тот видел, что у меня есть такой браслет с таким же логотипом типа One Cliff. И я под этот браслет хотела себе сережки. Эти смотрятся безумно красиво. Но я хочу что-то практичное. То есть в этих сережках невозможно будет уснуть. А я хочу сережки, которые ночью не надо снимать. Еще есть такая вот цепочка. Она тоже мне нужна. Но здесь просто очень тонкая цепочка. Я боюсь, что она порвется. Еще мне понравился этот браслет. И я уже кое-что купила. Вот, кстати, еще такой кулон. Но он супер просто огромный. Мне кажется, смотреться будет не очень. Дальше мы немножко прошлись по магазинам. Я зашла в Нью-Йоркер. Здесь были скидки на летние вещи. Хотя лето не закончилось. Вот такие вот маечки. Или как правильно, футболки. По 11 монат. Выбор был большой. Не на все скидки. Вот, например, такие были. Они не со скидкой. Тоже интересные модельки. Затем мы с мамой решили посидеть и покушать. Мы сели в Бораны. Он находится недалеко от моего дома. И как раз здесь, в спокойной обстановке, я хочу вам показать то, что я купила. Кстати, эти сережки я вам не снимала. В конце я остановилась на сережках. Смотрятся они очень нежно, утонченно. Правда, те, которые с висюлькой смотрелись гораздо лучше. И мама тоже сказала, что возьми их. Но эти практичнее. Они постоянно будут на моих ушках. Поэтому я решила взять эти. Не обращайте внимания на мои ногти. Я знаю, будут комментарии, что Айка, почему нельзя помыть пространство под ногтями. Но на самом деле очень много рисую. И так получается, что маркерами рисую и внутри ногтей. И это все не смывается. Мы заказали два Айрана. Лахмаджун. Лахмаджун очень любит моя мамочка. Поэтому их принесли прям сразу. Еще мы заказали шашлык. Чуть позже вам покажу. Ни один мой заказ не обходится без любимой шаурмы. Здесь это самая обычная шаурма с картошкой фри. С чесночным соусом. И два небольших перчика. С Айраном идет просто волшебно. Когда мы уже сытно покушали, уже в конце нам принесли шашлык с вот таким вот соусом непонятным, салатиком, перчик и помидорка обжаренная. Что я могу сказать? Шашлык был очень-очень вкусный. Мне он реально безумно понравился. То есть очень хорошо прожаренный, сочный. Вот этот соус, кстати, не очень, но салатик мы поели и нам все очень понравилось. И самое удивительное, когда нам пришел счет, не было принудительно добровольных чаевых. У нас сейчас это очень распространено. И можно сказать, в 70% заведений везде принудительные чаевые. Насколько это законно, не знаю, но здесь этого нет. Заведение называется Бороны. Всего мы заплатили 18 монат 50 копеек. Это очень недорого, но чаевые все равно мы, конечно же, оставили. Но хорошо, что они непринудительные. Ну все, мы уже дома. Сережки вот так вот смотрятся на ушках. Конечно, те, что вот с Висюлькой смотрелись получше. Но эти они более практичные. Я хотела такие сережки, в которых можно и поспать, можно не снимать, постоянно быть в них. Я не люблю даже бижутерию или ювелирные изделия, которые нужно ночью снимать, потом утром одевать. Мне надо так, чтобы и искупаться, и весь день быть в них, и не заморачиваться. А эти вообще не чувствуются на ушки. Три грамма получается. И купили по 80 монат грамм. Мне кажется, очень выгодно. По 82. А, по 82. Я думала, по 80 мы взяли. В общем, 82 моната за грамм. Я вам в долларах напишу, чтобы вам было удобнее. А дома нас ждал в холодильнике ледяной просто арбуз. Самое то. Дома уже вместе с браслетом могу вам показать. Вот сережечки мои новые, вот браслет. Надо еще купить себе цепочку, чтобы был прям комплект. И колечко. Ну, колечко, если честно, не верится мне, что найду свой размер. Но хотя бы цепочку можно. Цепочка там была. Просто очень-очень тоненькая цепочка. Клон был то, что надо. Цепочка была очень тоненькая, поэтому ее решили не брать. Но пока что у меня браслет и сережки. Прямо с сегодняшнего дня буду носить с удовольствием. Пока мы гуляли, развлекались. Дурачок сидел дома. Абсолютно один. Смотрите, где он лежит. Мой шлеткий мальчик. Мой бусинка. Бусинка мой маленький. Уже вечер я успела дорисовать для вас коллекцию. Завтра будет новинка. Посмотрите, какие пакетики красивые. Здесь даже перфорация. Вот такие вот. Рисовала эту коллекцию достаточно долго. В последнее время что-то мало видео на бумажном канале. Постараюсь исправиться. Вот такая ручка. Коллекция называется Маникюрчик на лето. Да, мам, сейчас иду. Видео снимаю. Еще, кстати, мне надо переделать свои ноготочки. Еще мне надо обязательно переделать свои ноготочки. Ну а теперь я пойду спать. Всем спокойной ночи. Завтра вы увидите на моем канале прекрасную распаковку.